Доброй ночи! Всем приветствую! Сегодня хочу поддержать Юлию Ахрика Авизба, который, но я так считаю, что незаконно удерживается в Абхазии, как говорится, в застенках. Что хочу сказать? Значит, я присутствовал при всех действиях, я не знаю, движениях, которые происходили в Республике Абхазия с войны и до сегодняшнего дня. Значит, что происходит? Люди, которые сегодня пришли к власти, они использовали этого человека, Ахрика, как тарана. Ну, он же не такой сам по себе. Он-то хотел справедливости, но он чуть-чуть заблудился, да. Был такой момент. Так вот, как говорится, все они, все, которые были в власти в Абхазии, Будь то Рауль Хаджимба воспользовался им. Но опять-таки Рауль ушел честно. Он ушел честно. Он, чтобы не было кровопролития, его предупредили об этом. Тот же Ахрик сказал, чтобы не было такого, чтобы кровь пролилась. Рауль, уйди в сторону. И он ушел. Он ушел, как честный человек, как политик правильный. Значит, пришел Аслан Бжания. Неужели Аслан Бжания думает, что можно использовать героя и вообще весь народ в своих целях? Ну, что это такое? Что хочу сказать? Ах, Расяк в застенках, да. Его семья, как говорится, Юля, да, там дети у него есть, маленькие, маленькие ребенки. Что делают они? Удерживают его, не предъявляя. Ну, оружие, это все понятно. А у кого нет оружия в Абхазии, скажите мне? У кого нет оружия в Абхазии? Я даже так хочу сказать. У кого нет оружия вообще? Ну, для чего это все делается? Хочу вам сказать, для чего это делается. Буквально перед тем, как Ахрика задержали, власти прознали о том, что он в Минюсте регистрирует организацию. Вот. И вот поэтому его и задержали. Новые люди, конечно же. Это сугубо мое личное мнение. Ну, опять же, оно правильно. Заметьте. Отвечаю, что это первый, как говорится, это то, что послужило поводом для задержания человека. Ахра, вы сами знаете, он участвовал. И когда Раулю нужна была поддержка, потом он, вы сами знаете, на телевидении есть даже такое его изучение. Как я его туда завел, так я оттуда его и выведу. Ну, да, потом он завел туда кого? Бжаня Аслана, да. Ну и что дальше? Вы же сами за него проголосовали. А теперь я хочу спросить у Ави с Бахамиле и вообще всего народа Абхазии. Когда вы шли за ним, что вы думали, да? Ну, может, человек чуть-чуть заблуждался в чем-то, но вы же за ним пошли. Теперь, когда его арестовали, вы сидите, да, и молчите. Все молчите. Почему? Что? Он не тот Ахра, да? Он не тот Ахрик, а Азьба. Да, у него какие-то личные были мотивы, как говорится, для свержения, в кавычках, власти. Он просто пришел и сказал им, если вы убиваете наших братьев, так вам не место. Там, в Криву. Во дворце. Ну, он взял и привел другого человека. Привел именно. Именно привел. Его никто туда, в смысле говоря, ну, за него... Ну, да, вы проголосовали, но это не здравая тема. Вот. А теперь вы что пожинаете? Вот этого пацана закрыли, его семья страдает. Вы себя считаете, вгрудь бьете, что вы Абхазы, да, друг за друга держитесь. Да, вы не держитесь друг за друга. Если бы к вам мы не пришли, да, с Северного Кавказа, ну, вы сами понимаете, что бы случилось. Теперь мы, мы, я вам лично говорю, что, мое личное мнение, что надо этого человека освободить. А где народ, который, когда рядом с ним стоял, а теперь его рядом с ним нету? Он что, теперь не охравец? Он что, теперь не герой Донбасса или же... Он не лучший сын абхазского народа? Какие у вас двойные стандарты? Знаете как, братцы, мы войну выиграли, Великую Отечественную. Да. И там осетины на первом месте, второе место занимают абхазы. Так будьте же абхазами в конце концов. Почему держат этого человека в тюрьме? А? Ну, с каких делов? Пусть отпустят его. А знаете, почему не отпускают? Потому что они его боятся. За ним пойдет молодежь. Которое устало от этого всего, от прошликов. Я даже больше скажу. Я очень уважаю все ветеранские организации. Да. Но они тоже же молчат. А знаете, почему молчат? Потому что он им создает конкуренцию в политической борьбе. И раз уж Ахра, как говорится, имеет политические амбиции, то они, естественно, за него не будут, как говорится, шатать. Режим. А режим надо шатать. Именно шатать. Вот эти все люди, да, которые сейчас у власти в Абхазии. Они использовали этого человека. Да. Вы же сами видели. Вы же сами видели, как они. Жаня сам, как говорил. Лучший сын абхазского народа. И что дальше? Как он его закрыл? Ну да, когда он протаранил там машиной шлагбаум. Я тогда его видел. Я ему говорю, ну что ты Ахра? Он говорит, да ладно, еще не с таким разбираться. Да ладно, ты разберешься. Но почему за тебя никто не говорит? Ты остался один. Был намек. Но он этого не понял. Надо его освободить. И чтобы вот эти люди оттуда ушли. Вот именно надо провести работу над ошибками. Я не призываю народа Абхазии там к каким-то переворотам или к чему-то еще. И фамилию Авизба. Да. Вы же большая фамилия. Ведь он из-за вас там... Как говорится... Вы знаете, что происходит? Народ Абхазии. Пацаны, вот этого молодого, да, использовали. Вы что считаете, что его можно так использовать? Ведь он же выйдет. Ну, год, два ему дадут, три. Ведь он же выйдет. А? Он станет более крепким. Лучше отпустите его. Отпустите. И пусть он с вами наравне в политической борьбе участвует. Да. Да. Но вы его боитесь. Вы боитесь его. Вот. Знаете, что было бы там при Рауле? Рауль. Рауль. Он честный человек. Вот Рауль, к нему когда обратились, он чисто свободно ушел. Так сказал. Ты слышишь, не надо нам это кровопролитие, и мы уходим. Да. Понятно? Да. Но вот Бжане, он поступил очень нехорошо. Да? И когда он говорит, что он не знает об этом, или не знал об этом, что Ахру задерживает, это чистая ложь. Поверьте мне. Знал он все. Он просто сделал вид, что выскочил. Может, даже он и не выезжал за пределы Абхазии. Так скажем, да? Вот. И потом, чтобы сказать, что я не в курсе, там, пусть прокуратура сама разбирается, это не есть правильный разговор главы государства. Да? Тем более по отношению к тому, кто его привел к власти. Ведь у него шансов не было. Понимаете как? Я не голосовал за него. Я голосовал за Ардзима. Не из-за того, что, в принципе, я голосовал за молодую кровь, которая вот должна возглавить правительство Абхазии. Но вы, народ, взяли и за прошляков проголосовали. Вот вы сейчас пожинаете те плоды, что вы имеете сегодня, да, что вы посадили. Да? Но вот теперь, когда вам, среди вас появился настоящий лидер, ну, я не говорю, что Адгур Ардзима тоже хороший парень. Но понимаете как? Народ идет за одним человеком. Я больше, чем уверен, если бы сейчас Ахра был на свободе, за ним бы пошло большое количество народа. Да? Ну, почему это количество народа сегодня за него не идет? Что вы, отрусели что ли? Вам именно нужен он, чтобы вы выгоняли одного, другого сажали. Да? Он нужен. Я опять же говорю, я не призываю там к переворотам или к чему-то, но народ должен высказать свою позицию, почему этот человек сидит. Еще раз спрашиваю, у кого в Абхазии нету оружия? Оружие есть у всех, у каждого. Так вот, ребята, вы себя ведете неправильно. Знаете, у меня желание пропало, к вам поехать. Понимаете? Желание пропало. Я к вам ездить перестану, если вы вот так будете себя вести. Понимаете? Смешная маска, да? Вот так же я смеюсь над тем, что происходит сейчас по отношению к Ахре Авизбаку. Вот в чем дело. Вы же сами с ним плечом к плечу стояли, когда надо было Рауля, короче, оттуда вывезти. Да? И вывели, и дальше что? Ну, чего вы добились? А? Ну, чего вы добились? Я, знаете, что вам хочу сказать? Фамилии Авизба хочу сказать, прежде всего. Вы же не маленькая фамилия, да? И вы идете на поводу вот у этих у всех. Этого человека гнобят. Вообще, ваша невеста, да? Чтобы невеста просила помощи у народа, это позор, понимаете вы? Понимаете вы? Когда он освободится, да? Он вам всем по полочкам разложит. Да? Братан. Если бы были еще живы его соратники там, что-то, но они погибли на поле боя. Мама, это вот же наш брат. Да? Вот так вот, ребята. Надо справедливо подходить ко всем вопросам. А не так, как хочется. А надо как правильно действовать. Как только они узнали, что он в меню спадал документы о регистрации организации общественной, так они его прикрыли. Это что, нормально все? Освобождайте его. Так не делайте. К вам больше никто не придет, запомните. Вы закрыли человека, который, он доброволец. Доброволец. К вам больше никто не потянется, запомните. А вы одни не вывезете это все. Не вывезете. И вам Россия даже не поможет. Вот в чем дело. Запомните это. Даже Россия вам не поможет. Я призываю всех, кто имеет отношение к Ахрику, у кого сложить тесто, дать оценку этому всему. Я же говорю, я никого не призываю выйти на площадь или что-то, но дать оценку четкую. И выразить свою позицию. Еще раз говорю, Абхазия, надо пробудиться на это все. Очень плохо. Когда люди... Он грамотный человек, Ахрик. Очень грамотный. Поэтому его и боятся. Опять же говорю, он не простой парень. Запомните это. Он не простой. Мало ли, что там он рос в Сочах или там где-то. Он проявил себя как гражданин. Он проявил себя как воин. А вы кого хотите видеть у себя в лидерах? Кого? Еще раз говорю, этот пацан вам еще даст о себе знать. Но лучше это сделать раньше, чем позднее. Заметно, что он не кровожадный. Но все, кто его предал, да, все, кто его предал, я вам говорю, да. А вы животные. Запомните. Вот кто воспользовался вот таким образом этим человеком? Вы все животные. Понятно вам? Да, и к вам в случае тяжелой ситуации, да, отношение будет такое же. Вот так вот, ребята. Ах, его освободите. Надо его освободить. И займитесь честной борьбой. Честной. Да. Политической там или вольной, или классической. Это уже ваши дела. Ну, смотрите. Опять же вам говорю, там не за горами это все. Вы что думаете? Все это так нагнетается, очень плохая ситуация. И если, если что-то коснется, вы одни не вывезете без Кавказа. А Кавказ больше при таких ситуациях. Если вы своего предаете, значит, вы меня тоже предадите. Вот в чем дело. Да? Так же выходит. Вы предаете своего близкого, а я вам кто такой? А? Кто я для вас тогда? Да. Да вы меня затоптите. Так что вот так вот, ребята, задумайтесь. Задумайтесь. И освободите его. И начните нормальную, честную политическую борьбу. А не такое вот это, знаете, перетягивание там и закрывание людей. Отпустите пацана. Отпустите пацана. Ничего он вам плохого не сделал. Он вас к власти привел. А теперь его освободите. Вот так вот. Вот так вот. Вы знаете, кто я? Вы что думаете, я свое лицо за маской прячу? Вы знаете, кто я? И я просто чисто вот так прикалываюсь. Понятно вам? Вы знаете, кто я. Так что вот так вот. Ахра, братан, держись, братуха. Я с тобой. И вообще многие люди с тобой, братан. Многие. Так что держись. Скоро. Если не отпустят, они будут пожинать свои плоды. И очень плохие. Братцы, кто в Абхазии есть? Нормальный здравомыслящий народ. Я думаю, вы должны это понять и поддержать. Я смуту не вношу. Еще раз говорю. Я патриот своей второй родины. Да. Но еще раз говорю. Если вы затоптали своего сына, то пасынька вы точно затопчете. Вообще вы меня в навозе душите. Да. Вот так как-то будет. А меня поддержит куча народа. Вы понимаете как? Так что наверху есть Бог. И Он нам судя. Но я бы не хотел, чтобы это все. Отпустите, короче говоря, пацана. Не делайте так, чтобы не настраивайте весь Кавказ против себя. Понимаете? Еще раз говорю. Если вы своего топтете, что вы сделаете с нами? Любой нации возьми. Будь то чеченец, асетин, кабардиниц. Или любого казака, или кто бы ни был. Вы же по головам пройдете по нашим. Так что отпустите его. Не делайте этого. Вот так вот. И знаете, как я вам еще хочу сказать? И земли не нужны при таком правительстве. У меня есть гражданство, да? Я гражданин того. Я заслужил. Но пусть попробует кто-нибудь у меня что-то отнять. Опять же, да? У меня статус не меняется. Что один президент, что другой. Я доброволец. Понятно? Так что я никого не трою и не боюсь. Отпустите парня. Еще раз говорю. До свидания. Всем, кто меня понял, дай бог здоровья. Кто нет, он поймет. Вот так вот. Еще раз говорю, я ни от кого не прячусь. Все знают, кто я такой. Дай бог, чтобы наша Абхазия возрождалась. И была крепкая. Я всех вас люблю и уважаю. Мой посыл к чему? Чтоб народ просто чуть-чуть пробудился. Кого к власти привели? Кого? Ну что такое? Это кто такие вообще? Кто это такие вообще? Бедролаги, бедролаги. А, да. Сейчас очки одену, бедролаги. Да, здравствуйте. Да, вы видели меня в маске. А теперь пусть кто-нибудь скажет, что кто-то боится. Или что-то там фейковые какие-то там. Что хочу сказать. Я живу во Владикавказе. Вы знаете, кто я такой. Аслан Аббаев. Я знаком лично с Ахрой. Очень хороший человек. Позитивный парень. Естественно, он грамотный человек. Грамотный. Просто. И как патриот, вообще-то, и вообще, по побудениям своим, он во время войны на Донбассе выскочил туда. Ну, как бы, да, там, поучаствовал. Кто сомневается в том, что он хороший человек. Никто. Никто не может сказать. Другое дело, что... Да, чуть-чуть он заблудился. Он чуть-чуть по молодости своей, да, там. Поддержал не того человека. Ну, один раз, второй раз, да, у него... Все-таки проскальзывает вот это. Опять же, я хочу сказать, братцы, я уважаю выбор народа Абхазии, но я его не приветствую по результатам последних выборов. Что значит, хочу сказать, вы что думаете, и что все хорошие, нету хороших политиков для народа, да, есть связи, да. Опять же, что касаемо меня лично, я гражданин Абхазии, и я никогда не пользовался связями своими, хотя я могу ими пользоваться, да, но я уважаю всех тех, кто работал во властных структурах. Того же там, любого назовите там, да, очень много людей. Мой друг Тимур Надарая, Руслан, Ладария, да, заслуженные люди перед народом Абхазии. И еще много, Рома Рабая, ну, вовсе много людей, я не буду их сейчас по имену перечислять. Вот, что значит, произошло сегодня? Ахрик. Ахрик отвоевался в Донецке, там, да, и грамотно отвоевался, молодец пацан. Теперь он вернулся на родину, да, ну, там, давайте так скажем, что на родину, да, не в Сочи, а к себе на историческую родину, да. Да, у него что-то с Раулем там, было это, это при мне было, да, когда не дадут соврать мне тот же Тимур, я не буду еще людей называть, что просто он свою, он позицию свою, как гражданскую, да, тогда тоже так, и так оно и было, когда к Англамбу пришли и сказали, что чтобы не пролилась кровь, уйди спокойно, он ушел. Значит, Рауль Джункович стал президентом республики Абхазия. Какое-то время, да, прошло. Опять же, друзья мои и братья мои, это дело не в том, что кто там, что там, а как. Ну, вот так оно произошло. Ну, вы сами знаете, по стечению каких-то обстоятельств, там, и что-то, и это затронул человека лично, наверное, или как-то, я не знаю, но он опять пошел, как бы, да. что произошло. Он обратился к Раулю. Вы все знаете его изучение о том, что он говорит, я как его туда завел, я его оттуда вывезу. Ну, это, конечно, громкие слова, он один бы этого не сделал, с ним рядом стоял народ, но, с другой стороны, ведь так оно и получилось. Он обратился к Раулю, опять же, Рауль порядочный человек, порядочный политик, и порядочный президент. Он понимал, что, ну, вот это удерживание власти, тягомотина, ну, для чего это ему надо? Тут дело не в том, что он бы не хотел там удержаться власти, нет. Ну, тут он понимал, а ну-ка, давайте, раз вы так решили, ну, давайте тогда держите, да. Он отдал, ну, там, побили стекла там, или что-то там, в дворце президента, как его мы же, если его можно дворцом назвать, да? В общем, туда зашел Аслан Бжаня. Ну, Аслан Бжаня. Он же представил перед народом Абхазии, да, и слово даже помахли, да, и как он сказал, достойнейший сын народа Абхазии, да? Ну, так как же можно достойнейшего сына народа Абхазии закрыть, это раз. Потом, вы что думаете, братцы, вы что думаете, когда он пересекал границу, вы что думаете, это без уведомления или что-то его тормозули тогда? Вы что думаете, Ахра просто протаранил шлагбаум? Нет, он не просто это сделал, он понял, что его преодолел, поэтому его протаранил. И он к ним, когда приехал, они точно попутали, да? Ну, когда к ним приехал, это понятно, он им, наверное, начал там. Я это по моим личным, как бы, да, он им начал, ну, что, вы знаете, я был тогда в Абхазии, наверное, это было начало сентября, я с ним виделся, я говорю, здорово, здорово, туда-сюда, он мне говорит, чем помочь мне, в Абхазии, тем более, помощи не нужна, да? У меня, я еще раз говорю, мой статус не меняется, я как был добровольцем, так и останусь, да? Дай Бог здоровья всему абхазскому народу, да? Я ничего от него не прошу и никогда не просил. Другое дело, что этот пацан мне говорит, ну, чем тебе помочь, я говорю, нормально, все хорошо, все хорошо. Я говорю, а что у тебя, какие проблемы, да? Ты же там, ну, правонарушение совершил, он говорит, да ладно, они такой вопрос еще решали. Я заметил, я говорю, ну, они, ну, кинут тебя, и в результате прямо в доме кинули его, они все, да? Это, знаете, какое-то не просто предательство, да? А превращение человека в танкистов, да? Он за вами шел, да? Он из листых побуждений думал, что вы будете порядочными, да? А вы взяли, короче, его и втоптали. Вы что думаете, что он освободится и будет? Сколько бы вы ему не дали, он же придет, и он же с вас получит, да? Он с вас просит, извините за жаргон, но вы это любите в Абхазии жаргон, да? Так вот, с вас получатся всех, будь то СГБ, будь то КГБ, да? Будь то МВД, да? Кто вот этих пацанов трогал, вы все получите, вы и с народа получите, понимаете? вы затронули пацанов, которые, короче говоря, да, вы что думаете, а? СГБ, как этот, МВД, вы что думаете, защитите весь, всю территорию Абхазии, а? Когда вы таких пацанов закрываете, за ними массы идут, а? Вы никогда не защитите Абхазию, запомните, если с вами рядом не будут стоять добровольцы из Кавказа, да? А когда вы вот такие дела делаете, вы что думаете, что к вам добровольцы из Кавказа приедут? У меня моя, мои друзья, да, мой круг общения очень большой, из бывших добровольцев Кавказа, вы что думаете, к вам молодые приедут? А? Ну да, приедут какая-то часть, но опять же, видя ваши отношения к такому человеку, как Ахрик, к вам никто не приедет, да? А у вас бойцов не столько много, по духу, да, мы выиграли войну, хочу заметить, осетины, да, и абхазы, они стоят первое, второе место, по численности участвовавших в боевых действиях в Великую Отечественную войну, но вы хотите сегодняшний дух с прошлым духом сравнить, а? один там живет, другой там живет, и оттуда вокруг карекают с разных сторон, какие они патриоты, ну давайте дождемся, вы знаете, если что-то коснется, к вам никто не приедет, запомните, а вы сами не вывезете, вот такие люди, как Ахра, да, они притягивают людей, да, они дают надежду, знаете, не на награды, да, не на награды, и не на что-то другое, там, не какие-то привилегии земли, а просто на справедливость, вы знаете, большое количество людей зациклено на справедливость, да, они не хотят вот этого всего, вот, так вот, чтобы вы понимали, вы же меня знаете, кто я, теперь я вам говорю, кто я такой, Абаевослава, запомните, и вы, господин Убжаня, запомните, вы для меня, конечно, не господину для народа, отпустите человека, не займитесь нормальной политической борьбой, я знаю, что вы его боитесь, панически, а тем более после моего эфира вы его вообще бояться будете, так что, братцы, всегда с вами, да, у меня есть, я как заезжал в Абхазию, так и буду заезжать, я никого не боюсь и никого не трою, да, и мне по барабану там, кто к власти пришел, не пришел, я как был добровольцем, так добровольцем и останусь, но добровольцев обиду не дадим, ахра, держись, братан, заедем скоро. Редактор субтитров А.Семкин,